итак сегодня поговорим о противотуманных фарах что это такое чем они отличаются от обычных фар как они должны быть правильно настроены и в чем принцип их работы для начала давайте разберемся что есть туман туман это такое атмосферное явление большое скопление мелких частиц влаги в воздухе когда в тумане светят фары то перед водителем возникает белая стена ухудшается видимость происходит это из-за того что мелкие частицы влаги имеют эффект зеркала то есть они отражают испускаемый обычной фарой свет долгое время считалось что лучшим средством для борьбы с туманами является фара желтого цвета однако практика показала что это не так замена белого цвета на желтый существенно никак не меняла ситуацию просто вместо белой стены предводителем вырастала стена желтого цвета и это никак не влияло на дорожный просвет и качество освещения в противотуманной фаре главное не цвет а то куда она светит и где она расположена и так если вы обратили внимание то у большинства современных автомобилей уже имеются штатные заводские противотуманные фары они находятся очень низко намного ниже чем основные головные фары висят почти над самой землей это сделано специально почему так низко вот об этом я сейчас вам и расскажу и так в свое время автомобильные эксперты вплотную подошли к этой проблеме они начали изучать такое атмосферное явление как туман и вот что они обнаружили дело в том что туман всегда спускается сверху и он немножко до самой земли не дотягивает то есть маленькая полоска над асфальтом примерно 10 сантиметров она остается либо чистой либо процент тумана там бывает самый минимальный вот именно туда-то и направлены противотуманные фары светить очень низко и освещать только один асфальт не выше чем 10 сантиметров над ним однако многие автомобилисты об этом не знают ставят противотуманки например на грузовиках на одном уровне с основными с головными фарами светит они неизвестно куда фактически они светят точно также как и основные дублируя их работу что в корне неправильно противотуманка так светить не должна и конечно же ни в коем случае направлять ее вверх тоже нельзя я и такое видел люди думают что раз она желтого цвета то обязательно пробьет эту пелену это ошибка так поступать нельзя противотуманку всегда ставить надо вниз далеко она светить не способна она должна освещать только один асфальт запомните это навсегда кстати существует одна распространенная ошибка некоторые странные автомобилисты не желающие заморачиваться на покупке противотуманных фар зачем-то устанавливают в основные в головные фары желтые лампочки это абсолютно не поможет в тумане по вышеперечисленным причинам к тому же это серьезно нарушает правила дорожного движения и так о чем же говорит кодекс пдд впереди у транспортного средства могут быть установлены огни либо белого либо желтого цвета но тут есть один тонкий момент желтый цвет может применяться только в противотуманных либо иных дополнительных фарах но никак не в основных не в головных основные же фары могут испускать только белый цвет и никакой другой иначе это приведет к проблемам с гибдд будут наложены административные штрафы чего не хотелось бы никому из водителей что касается испускаемого противотуманкой цвета какой же все-таки она должна быть знаете с тех пор как это открытие сделали автомобильные эксперты что туман немножко вниз не дотягивает до самой кромки асфальта противотуманки стали делать белого цвета так как необходимости в желтых фарах фактически нет но лично я считаю что лучше наверное поставить фару желтого цвета я на свои противотуманки наклеил специальную желтую пленку которая придает фаре желтый цвет я считаю что такая фара светит немножко ярче к тому же это помогает в дождливую ночь